Субтитры создавал DimaTorzok Празднование Нового Года — это уподобление христианам. Ведь в достоверном хадисе от пророка, саллиллаху алейхи ва салям, приводится, что он сказал, «Тот, кто уподобился какому-либо народу, является одним из них». Поэтому недозволено уподобляться кафирам ни в делах, ни в одежде, ни в чем-то другом, чтобы человек не стал тем, кто согласен с ними, тогда как они радуются этому его согласию с ними. Мусульманин обязан отличаться от других своей религией и гордиться ею. У мусульман не существует других праздников, кроме праздника разговения, который наступает после соблюдения поста в месяц Рамадан, так как пост — это подчинение велению Аллаха. Поэтому, когда люди продержат этот пост, который длится на протяжении одного месяца, освященного и возвеличенного Аллахом, и из-за соблюдения которого полагается великая награда, они радуются его окончанию, потому что это входит в смысл слов пророка, саллиллаху алейхи ва салям, постящегося ожидают две радости — радость при встрече со своим Господом и радость при разговении. То есть он будет радоваться тому, что он полностью завершил это поклонение, что станет одной из этих радостей. Также у мусульман есть праздник жертвоприношения, потому что этот день также содержит в себе достоинства. Передается, что одно из наилучших дел в течение десяти первых дней месяца Зульхиджа — это жертвоприношение. Поэтому, когда человек проведет эти дни в поклонении и дождется наступления дня праздника, он радуется его приходу. Также в этот день происходит один из обрядов, который был узаконен нашим посланником, саллиллаху алейхи ва салям, и к совершению которого он побуждал, а это, чтобы человек принес в жертву животное, приближаясь этим действием к Аллаху, субханаху ва та'аля, кушая это мясо сам и раздавая его бедным. Все это относится к таким делам, за совершение которых ожидается большая награда. Сообщается, что когда посланник Аллаха, алейхи салату ассалям, был спрошен о некоторых праздниках времен невежества, он сказал, Аллах заменил их вам двумя праздниками — праздником разговения и праздником жертвоприношения. Праздник может быть событием, которое повторяется каждый год, месяц или определенный день, а также может быть связанным с местом, на котором проводится этот праздник. Поэтому существуют праздники, связанные с определенными местами, а также праздники, связанные с определенными датами. Не дозволяется отмечать никакие праздники, кроме тех, с которыми к нам пришел наш посланник, саллиллаху алейхи ва салям. Мусульмане довольствуются своими праздниками. Например, еженедельный праздник мусульман — это пятница. Этот день является праздником, потому что Всевышний Аллах завершил творение в этот день. А Аллах более знающий. И да благословит Аллах, и да приветствует нашего пророка Мухаммада. Да вазас вам Аллах благом, шейха, и да благословит он вас. Да окажет вам Аллах свое благодеяние, шейх. Существуют люди, которые возражают тем, кто запрещает праздновать Новый год. Они говорят, как вы можете запрещать это дело, когда оно никак не связано с религией. Например, то, что называется Рождеством, то есть рождение Иса, это религиозный праздник, и нам нельзя праздновать его, что станет уподавлением христианам. Однако, что касается Нового года, то он никак не связан с религией, так как все люди празднуют его. Как мы можем опровергнуть эти заявления, шейх? Сначала я расскажу вам об одном правиле, а затем мы уже вынесем хукм на подобные праздники. Это правило гласит, основа в поклонениях заключается в том, что они берутся только из Откровения. Поэтому мы не совершаем ни одного поклонения, кроме тех, которые указаны в книге Аллаха и в сунне его посланника, салиллаху алейхи вассалям. К поклонениям относятся и проведение праздников. Праздник — это один из видов поклонения. Поэтому не дозволено нам, то есть мусульманам, поклоняться Аллаху проведением любого праздника или его празднованиям, кроме тех праздников, на которые указано в книге Аллаха и в сунне его посланника, салиллаху алейхи вассалям. А то, что приводится в Сунне, это два праздника. Праздник разговения и праздник жертвоприношения. Это если смотреть на этот вопрос с данной стороны. Второе правило. Возвеличивание какого-либо промежутка времени ради него самого, это избрание его праздника. Потому не дозволено нам возвеличивать какой-либо промежуток времени сам по себе, потому что тем самым мы узаконим новый праздник, который не узаконен Аллахом и Его Посланникам. Например, праздник дня рождения, который на сегодняшний день празднуют люди. Когда у людей рождается ребенок, а затем наступает дата этого рождения, или немного после, или до этого, они начинают праздновать его. В этом случае они возвеличили определенный промежуток времени из-за того, что произошло в это время. То есть сделали из него праздник. Они отмечают этот день, празднуя его, обмениваясь подарками, призывая благословения на именинник и накрывая столы с угощениями. Поэтому нам необходимо понять эти два момента. Первый. Поклонения берутся только из откровения. А эти праздники — это вид поклонения. Второй. Возвеличивание определенного промежутка времени ради того, что произошло в это время, это избрание его праздника. Даже если это будет просто возвеличиванием этого времени. Например, ты поступил на работу или окончил университет 1 февраля. Или же ты заключил брак, а когда наступил день годовщины твоего брака, ты устроил торжество, угощение, или же вы начали обмениваться подарками. Все это недозволено. Поэтому нам необходимо понять эти два момента. Если мы поймем их, что нельзя возвеличивать какой-то определенный промежуток времени ради того, что произошло в это время, и что поклонения берутся только из откровения, для нас станет очевидным, что все это является праздниками. Если этих праздники религиозные, то очевидно, что не дозволено справлять их. А если этих праздники мирские, то они тоже попадают под те определения, которые мы упомянули. Плюс ко всему этому также прибавляется уподобление христианам. Ведь пророк, салиллаху алейхи вассалям, сказал, отличайтесь от многобожников, иудеев и маджусов. А если они говорят, шейх, что этот праздник не ограничивается только на одних христианах, ведь все люди празднуют этот Новый год. Да, если бы мы сказали, что это событие относится к традициям людей, то в нем не было бы проблем. Однако мы установили, что этот праздник — это один из видов поклонения. Шариат узаконил для нас только два праздника. Праздник разговения и праздник жертвоприношения. И если мы скажем, что этот праздник относится только к традициям людей, и он стал распространенным среди мусульман, то станет очевидным, что он будет считаться дозволенным. Однако мы не согласны с тем, что он относится только к традициям людей, ведь праздник — это вид поклонения. Поэтому я обращаюсь к моим братьям-мусульманам, чтобы они ограничивались тем, что пришло в Сунне. А это два великих праздника — праздник разговения и праздник жертвоприношения. Наличие большого количества праздников — это присуще христианам, потому что именно у них сейчас существует большое количество праздников. Почему так? Потому что их сердцам не хватает того, что будет радовать их и сделать счастливыми. А это обожествление Аллаха, и связь сердца с Ним, а также смиренности и благоговения перед Ним Всевышним. Смиренности и благоговения перед Аллахом несут сердцу радость, счастье, покоя и спокойствие. Они потеряли это счастье. Поэтому и прибегают к подобным праздникам. А что касается нас, то ведь мусульманин поклоняется Всевышнему Аллаху и обращается со своей семьей наилучшим образом. Поэтому вся его жизнь с ней — это праздник. Вся его жизнь — это праздник для его матери, отца и его братьев, мусульман и так далее. Поэтому мы не ограничиваем это определенными днями или промежутками времени, когда делают те, чьи сердца пусты, в которых нет обожествления, поклонения, благоговения и совершения обрядов для Всевышнего Аллаха. И последний вопрос, связанный с этой темой — были ли ученые-предшественники, которые упоминали подобные вещи и хуком празднования таких праздников? Да, все имамы запрещали участвовать в праздниках многобожников. Из тех имамов, кто сильнее всех запрещал участие в этих праздниках, — это ханафиты. Они сильнее всех запрещали участие в различных праздниках людей. Также самые категоричные среди четырех мазабов — ханафитов, маликитов, шафитов и хамбалитов — в Такфире, — это ханафиты, да помилует их Всевышний Аллах. Поэтому, по мнению ханафитов, если кто-то участвует в немусульманских праздниках, то за его религию следует опасаться. Хорошо, да благословит вас Аллах, шейх. С именем Аллаха, хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, а затем, да окажет вам Аллах свое благодеяние, шейх? Каков критерий для различия между нововведенческими праздниками и между шариатскими праздниками? А также, каков хукм участие в этих праздниках, которые противоречат шариату? И да воздаст вам Аллах благо. Этот вопрос занимает огромную и важную степень, однако, прежде чем мы погрузимся в подробности этой темы, необходимо упомянуть основы и правила этого вопроса. Это нужно сделать для того, чтобы мы смогли разобраться с его составными частями, после того, как рассмотрим его основы. Потому что слово «праздник» содержит в себе смысл слова «выделение», так как люди выделяют свои праздники из обычных дней и ограничивают их определенными датами. Каждый раз, когда наступает именно этот день, повторяется их празднование. Поэтому праздник строится на выделении. Так каково же правило относительно выделения? Каковы его разновидности? На какие виды выделения требуется довод, а на какие не требуется? Если мы не поймем все эти моменты, то наши слова окажутся бесполезными. По этой причине нам необходимо знать два правила, которые станут очевидными после этого небольшого вступления. У ахлю сунавальджама выделение, будь то выделение какого-либо промежутка времени или выделение какого-либо места, делится на два вида. На выделение, совершаемое как поклонение, и на обычное выделение, совершаемое как традиция, и на обыкновенное выделение. Ты можешь называть это выделением совпадения или же обыкновенным выделением. Все это приемлемо и допустимо. Поэтому выделение является либо выделением, совершаемым как поклонение, либо обычным выделением, совершаемым, потому что так совпало. И если ты спросишь, в чем разница между выделением, совершаемым по обыкновению, и выделением, совершаемым как поклонение, то я скажу, что все зависит от наличия или отсутствия намерения. Поэтому каждый, кто выделил какой-либо определенный наступающий периодический промежуток времени, подразумевая именно его, то он выделил его как совершение поклонения. Также каждый, кто выделил какое-либо место, которое он посещает, подразумевая именно его, он выделил его для поклонения. Поэтому, когда выделение времени бывает из-за самого времени как такового, или когда выделение места бывает из-за самого места как такового, то это считается выделением, совершаемым как поклонение. А что касается обыкновенного выделения, то это выделение, не сопровождаемое определенным намерением. И в этом случае выделяется не сам определенный промежуток времени или само определенное место. Я приведу простой пример, прежде чем разъясню эти два правила. Например, если человек посетил могилы в день пятницы, будучи убежденным в достоинстве их посещения именно в это время, он выделил пятницу, то есть он выделил это определенное время, подразумевая именно его. В этом случае потребуем ли мы от него доказательства на дозволенность этого или нет? потому что это его выделение стало совершаемым как поклонение, так как здесь выделяется конкретное время. Однако, если, например, какой-то человек работает на протяжении всей недели, и у него нет свободного времени, кроме пятницы, то будет ли его выделение пятницы совершаемым как поклонение, или оно будет обычным выделением, которое просто совпало с этим днем? В этом случае, будем ли мы требовать от него доказательств на дозволенность этого или нет? Итак, необходимо различать между выделением, для которого подразумевалось определенное время или место с их возвеличиванием, и между выделением, для которого не подразумевалось возвеличивание времени. Сейчас мы переходим к правилу выделения, совершаемое как поклонение. Основа в выделении, совершаемом как поклонение, это наличие откровения. Поэтому никому не дозволено, чтобы он выделял какое-либо определенное время среди других временных промежутков, или какое-либо место среди других мест, произнося какие-либо определенные слова, совершая какие-либо определенные дела, или устраивая какие-либо торжества, кроме случаев, когда на это выделение указывает довод из шариата. А если на это выделение не будет шариатского довода, то совершающий его ввел в религию Аллахного введения и внес в нее то, что к ней не относится. Когда под выделением будет подразумеваться какое-то определенное время или место, то это выделение будет совершаемым как поклонение, а основа в таком выделении – это наличие откровения в качестве довода. Второе правило – обыкновенное выделение. Каково его правило? Основа в обычном выделении, совершаемом просто по совпадению – дозволенность, пока это не будет противоречить шариату. Поэтому первое выделение является ограниченным, и основа в нем, чтобы был текст из откровения, а что касается второго выделения, то оно не является ограниченным. Напротив, в нем есть свобода действий, и основа в нем – это дозволенность. Если это понятно, то нужно знать, что отмечание праздничных дней бывает нововведенческим и узаконенным. Если при этом подразумевалось выделение какого-либо определенного промежутка времени, то есть когда эти люди не празднуют дни ни до, ни после него, а празднуют только тогда, когда наступает этот промежуток времени, полагая, что выделяя это время, они возвеличивают его, поэтому, исходя из этого, мы скажем, что выделение какого-либо дня для проведения праздника связано с конкретным промежутком времени, поэтому это выделение совершаемое как поклонение. Никто не имеет права на то, чтобы выделять какой-то определенный день для проведения в нем праздника, пока на это выделение не будет доказательств из шариата, потому что отмечание праздников – это выделение, при котором возвеличивается конкретное время. Почему мы особо выделяем день жертвоприношения и дни Ташрика, возвеличивая и празднуя? Потому что относительно этого есть шариатские доводы. Однако, дозволяется ли человеку отмечать день своего рождения, устраивая в нем праздник? Ответ – нет. А если человек скажет, что он не отмечает его, совершая его как поклонение, а отмечает лишь как традицию, то мы скажем, ты солгал, ты отмечаешь этот день празднования по причине того, что у тебя что-то произошло именно в этот промежуток времени, и поэтому каждый раз, когда наступает эта дата, ты выделяешь этот день праздником. Таким образом, ты выделяешь этот промежуток времени, подразумевая именно его. Поэтому при этом в твоем выделении учитывается его привязка к конкретному времени. А если ты начнешь играть словами и скажешь, что ты не подразумевал этого, то ты лжешь, потому что твое поведение в этот день указывает на то, что ты выделяешь это время, подразумевая именно его. А если этот человек скажет, что он отпразднует этот праздник немного раньше, или позже его точной даты, то мы скажем, что такая перестановка времени – это самообман, потому что основа этого празднования – это отмечание определенного события. Поэтому каждый, кто выделил какое-либо время по причине какого-то события, которое произошло в эту дату, или выделил какое-либо место по причине какого-то происшествия, которое произошло в нем, то такое выделение считается совершаемым как поклонение. Исходя из этого, утвердим еще одно, третье правило, которое гласит «основа в праздниках – откровение». Почему мы сделали откровение основой в праздниках? Потому что отмечание праздников – это выделение, совершаемое как поклонение. Поэтому праздники – это поклонение. А если праздники являются поклонениями, то не дозволено, чтобы человек вводил в них что-то новое, на что не указали шариатские доводы. Основываясь на этом, мы скажем, что празднование дня рождения относится к нововведенным празднованиям, потому что это выделение, совершаемое как поклонение, на которое нет никаких доводов. А если некоторые люди захотят отнести этот праздник к выделению, совершаемому как традиция, то это у них не получится. Потому что выделение, совершаемое как традиция, это выделение, не посвященное конкретному времени или конкретному месту. Однако выделение дня рождения как праздник, это выделение, посвященное конкретной дате. Из этого мы сделаем вывод, что основа в праздниках – это откровение. А также праздник, который называется Днем Святого Валентина, это тоже нововведение, потому что это выделение, посвященное конкретному времени. Также праздник, называющийся Новым Годом, это тоже порицаемое нововведение, которое недозволено проводить в мусульманских землях. Потому что это праздник многобожия и идолопоклонства, который основывается на многобожии. Это праздник, в котором люди совершают акты неверия в Аллаха и практикуют вероубеждения христиан. Уже не говоря о том, что этот праздник является нововведением, так как он тоже является выделением конкретного времени, на которое нет никаких доводов. Сверх этого он является праздником многобожия и идолопоклонства. Поэтому не дозволено никому из мусульман, чтобы он участвовал в любых праздниках и нововведения и идолопоклонства, Не продавая что-то для этого, не покупая, не арендуя, не сдавая в аренду, не помогая им в их проведении, не побуждая к их проведению, не приемом их приглашения, не дарением подарков и так далее. Потому что все, что основывается на ложном, оно также ложно. А этот праздник является ложным по своей сути. Поэтому все, что связано с ним, а это дарение подарков, продажа товаров, покупка товаров, сдача в аренду помещений, съем помещений в аренду и так далее, все это ложно. Более того, это относится к помощи в грехе и вражде. Поэтому, если кто-то спросит, каков хукм празднования Ночи Вознесения, то мы скажем, что это относится к нововведениям. Почему так? Потому что это празднование, посвященное конкретному времени. Поэтому на этот праздник обязательно должно быть доказательство. Также вопрос, каков хукм празднования дня рождения Пророка, саллиллаху алейхи ва салям, мы скажем, что это недозволено, несмотря на наше возвеличивание Посланника Аллаха и на нашу любовь Пророку, саллиллаху алейхи ва салям. Признак любви к нему и его возвеличивания – это следование за ним. Подражание ему, вера в него, многочисленные просьбы за него о благословении, помощь его шариату и его защита, а не простое разжигание огня и включение фонарика в одну из ночей года, после чего о нем, саллиллаху алейхи вассалям, забывает. Как сказал Всевышний Аллах, скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Поэтому этот праздник – это нововведение со стороны его описания, то есть по причине проведения праздника в этот день. Почему? Сейчас будь внимателен. Потому что этот праздник – это выделение времени, в котором учитывается конкретное время, потому что этот праздник – это выделение конкретного времени, а основа в праздниках – откровение. А если ты спросишь, каков хуком того, что называется «неделя и дерево», то мы скажем, что в этом нет никаких проблем. А если ты скажешь, а разве это не выделение времени каждый год? На это я скажу, конечно. Однако это выделение времени, в котором не учитывается конкретное время, так как люди не празднуют неделю дерева в определенные дни, выделяя именно конкретные дни или возвеличивая эти конкретные дни. Но это проводится как совпадение с обстоятельствами соседних стран или по другим причинам и обстоятельствам, связанным с укладом стран. Также торжество, которое называется Всемирный день арабского языка, мы скажем, что нет в нем никаких проблем. Если нас просят, почему в этом торжестве нет никаких проблем, разве это не выделение времени, то мы скажем, да, это выделение времени, однако в нем не учитывается конкретное время или место. Поэтому, когда один человек пришел к пророку и сказал, о посланник Аллаха, я дал обет Аллаху, что я зарежу верблюда в месте Бауана, то есть он выделил это конкретное место, тогда посланник Аллаха захотел уточнить, это выделение связано с конкретным местом или это просто так совпало? Он сказал, проводились ли в этом месте их праздники, то есть вы хотите возродить этот праздник, поэтому ты выделил именно это место? Сподвижники ответили нет. Тогда пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, снова спросил, находился ли в этом месте один из их идолов, по причине чего они хотят принести жертву именно в этом месте для того, чтобы возродить это событие? Они ответили нет. После того, как пророк, саллиллаху, алейхи вассалям, узнал, что это место свободно от всего, что могло бы стать причиной для выделения именно этого места, он сказал, выполни свой обет. Однако нельзя выполнять обет, данный на ослушание Аллаха или в том, чем не владеет сына дома. Когда пророк, алейхи вассалям, дозволил ему выполнить свой обет? Когда стал очевидным, что это место не связано с выделением конкретного времени или конкретного места? Понятно ли этого? Итак, существует три правила, связанных с вопросом праздников, при помощи которых можно отличить узаконенный праздник от праздника нововведенного, а также узаконенное собрание от собрания нововведенного, а также узаконенное празднование от празднования нововведенного, а также узаконенное выделение от выделения нововведенного. А это то, что мы разделили выделение на два вида. Выделение, совершаемое как поклонение, и обычное выделение, совершаемое как традиция. И установили откровение основой и правилом в выделении, совершаемом как поклонение, а также установили дозволенность основой в выделении, совершаемом как традиция. Затем мы выстроили на выделении, совершаемом как поклонение, вопрос праздников. А это когда праздники связаны с конкретным временем, то есть их выделение становится совершаемым как поклонение. И мы построили на этом правило, что основа в праздниках – откровение. Поэтому никто не имеет права отмечать праздник, каждый раз повторяющийся в конкретное время или в конкретном месте, пока не будет довода, указывающего на это. Вы поняли все это?